Доброго вечера. Мы из Украины. Приветствую всех, кто меня сейчас слышит и видит. Меня зовут Светлана Куницына. Я менеджер страховой компании Медлайф. И я сегодня вам расскажу в своем коротком видео о выплатах страховых клиентам украинского Медлайфа в условиях военного положения по состоянию на 16 мая 2022 года. Итак, кому сегодняшнее мое видео может быть интересно? Конечно же клиентам нашей компании. По состоянию на 31 декабря 2021 года в Медлайфе насчитывалось уже более 1 миллиона клиентов. И каждый наш клиент, он конечно же имеет право на информационную поддержку со стороны компании. И я как менеджер компании готова эту поддержку информационную вам оказать. Сразу хочу сказать о том, что на сегодняшний день на постсоветском пространстве Медлайф присутствует только в Украине. Теперь уже всем понятно и совершенно очевидно, по какой причине Медлайф ушел с российского страхового рынка пару лет назад. И в связи с тем, что в украинском Медлайфе есть клиенты не только граждане Украины, резиденты Украины, но и иностранные граждане, то я буду говорить на том языке, который просто понятен всем. Спасибо вам за понимание и рассчитываю на то, что вы меня поймете. Итак, главная новость, с которой я хочу с вами поделиться, уважаемые наши клиенты. В Медлайфе открыты административные системы и мы возвращаемся практически к довоенному ритму работы, если так можно сказать, потому что мы работаем дистанционно и центральный офис компании не работает. Он находится в одном из центральных районов Киева, и поэтому центральный офис Медлайфа нам пока не разрешает открывать свой офис. Для нас это не в новинку, потому что в условиях пандемии мы уже работали дистанционно и мы умеем это делать. Так вот, в связи с тем, о чем, собственно говоря, идет речь, почему административные системы открыты, значит, они были закрыты. Да, 24 февраля 2022 года, в тот момент, когда произошло вероумное вторжение военное, полномасштабное российской армии на территорию независимого суверенного государства Украины, наши системы были отключены центральным офисом нашей компании. С чем это связано? Это было связано с тем, что была угроза захвата Киева, и, естественно, мы не могли допустить, чтобы русские фашисты получили доступ к персональным данным наших клиентов. В связи с тем, что системы были отключены, наши клиенты не получали, перестали получать остальное уведомление о напоминании об оплате очередных платежей и письма на электронную почту. Я получила в начале всех этих событий огромное количество запросов на свой сайт, и через канал ко мне люди тоже обращались, писали личку и звонили по телефону. Это клиенты нашей компании, и клиенты физлица, и корпоративные клиенты, и банковские клиенты. Всех интересовал вопрос, каким образом будет работать Медлайв. Те физлица спрашивали меня практически все, почему не приходят письма, и перестали приходить смски. И вот об этом я сейчас более подробно вам расскажу. Но, слава богу, 5 мая системы заработали, и наши клиенты начали получать остальное уведомление. Более детально я в процессе презентации вам расскажу о некоторых нюансах. Начну я с самого главного. Расскажу о тех выплатах, которые на сегодняшний момент Медлайв уже осуществляет. С момента начала военных действий, с момента объявления военного положения президентом Украины, по состоянию на 2 мая Медлайв осуществил 14 миллионов гривен выплат наших клиентов. Из них 11 миллионов приходится на страховые выплаты по рисковым программам. Это какие риски? Это переломы, ожоги, телесные повреждения, госпитализация, хирургия, различные критические заболевания, такие как онкология, рак, инсульт, инфаркт. То есть люди в условиях войны не перестали болеть, и у них, как и в мирное время, естественно, происходили страховые события, и мы по этим событиям осуществляли выплаты. И 3 миллиона из этих 14 Медлайв заплатил по накопительным программам. Это аннуитетные страховые выплаты и выплаты по дожитию. О чем идет речь? Очень кратко, очень коротко. Сейчас вам расскажу о том, что когда у наших клиентов заканчиваются накопительные договора, они получают письма на электронную почту, где компания им предлагает на выбор вариант, каким образом они заберут деньги в компании. Либо единорадовым платежом, всю сумму за минусом налогов с доходной части, либо клиент наш может оставить деньги в компании и в течение определенного срока равными частями выбрать эту сумму. Например, в течение 10, 15, либо 20 лет. И вот эти выплаты равными частями в течение определенного промежутка времени, они называются аннуитетными страховыми выплатами, то есть равными частями. И вот Медлайф осуществил 3 миллиона гривен выплат, 50 из них подожитие и 50 аннуитетные выплаты. По большому счету, что такое аннуитетные выплаты? Это персональная пенсия. То есть человек себе запланировал получить через определенный период времени персональную пенсию. Медлайф помог ему сохранить эти деньги, защитить от инфляции. И вот наши клиенты имеют такую возможность, дополнительную государственную пенсию, иметь еще и частную персональную пенсию от Медлайф. По состоянию на 9 мая Медлайф осуществил уже 18 миллионов выплат. То есть со 2 по 9 за неделю Медлайф заплатил 4 миллиона гривен. Речь идет о выплатах с момента объявления военного положения, не с начала года. А по состоянию на 16 мая 2022 года Медлайф осуществил уже 21 миллион гривен выплат и по рисковым программам, и по накопительным программам. Здесь речь идет и о физлицах наших клиентов, и о корпоративных клиентах, и о банковских клиентах. Сейчас, наверное, самое важное я вам скажу, отвечу на самый главный вопрос. Потому что первый вопрос, который задавали клиенты, в частности мне, на моем сайте, почему мы не получаем квитанцию, сколько платить, как разбить платеж, например, на 4 части, если был годовой платеж у клиента. И второй вопрос, каким образом работает Медлайф в условиях военного положения. Хочу сказать, выразить благодарность нашим клиентам, в частности моим клиентам и тем клиентам, компании, которые со мной связывались. У кого не было никакой истерики в связи с теми событиями, которые произошли в Украине, в связи с тем, что были закрыты системы. Я людям объясняла ситуацию, люди с пониманием к этому относились. Так вот, для начала хочу сказать вам о том, что договор страхования жизни состоит из трех частей. Это прописано в законе Украины о страховании. Из правил страхования, которые находятся на сайте компании. И вообще я хочу сказать о том, что любая уважающая себя компания размещает правила страхования на своих сайтах. То есть они находятся в открытом доступе, и клиент может в любое время суток из любой точки мира зайти на сайт и ознакомиться с правилами страхования. Вторая часть договора страхования жизни – это заявление на страхование, в котором клиент указывает свои персональные данные и выбирает опции, которые он хочет купить в Медлайфе после согласования с финансовым консультантом либо с менеджером и после предварительных расчетов, которые делает ему агент. Вот из трех частей состоит договор страхования жизни. Правила страхования – это основной документ вообще в страховании. Так вот, согласно пункту 4.1.1, правила страхования, которые находятся на сайте Медлайфа, любое событие не является страховым и страховая выплата не будет осуществляться, если такое событие прямо либо косвенно произошло в результате войны либо военных действий. Это очень важный момент, это классическое исключение. Данное исключение одинаково касается как военнослужащих, так и гражданских, цивильных. О чем идет речь? Если в документах, которые предоставляет клиент к заявлению на рассмотрение страхового события, не прослеживается связь с войной прямо либо косвенно, согласно правилам страхования, такое событие считается страховым и Медлайф осуществит выплату страховую такому клиенту. Если в документах, которые предоставляет наш клиент вместе с заявлением на рассмотрение страхового события прослеживается связь с войной либо с военными действиями, такое событие не является страховым, и Медлайф не должен и не обязан по закону осуществлять выплату по данному событию, потому что оно не является страховым. Это очень важный момент, это классическое исключение из всех договоров, и это касается и Медлайфовых страховых компаний, и рисковых страховых компаний. Но сейчас внимательно послушайте меня, пожалуйста, не пропустите этот момент. Рак Медлайф, точнее руководство нашей компании, приняло решение о том, что будет принимать к рассмотрению все случаи, которые произошли в результате войны и военных действий. Вне зависимости от того, они касаются военнослужащих либо гражданских. Что это значит? Данное решение не означает стопроцентного принятия решения относительно страховых событий по данным событиям. Все данные события будут регистрироваться на протяжении всего периода военного действия, положения, после чего будет разработан общий подход относительно принятия решений, относительно данных задекларированных страховых событий. И каждый клиент или каждый выгодоприобретатель получит индивидуальный ответ по зарегистрированному им событию. Кто такой выгодоприобретатель? Это близкий родственник нашего клиента, который прописан нашим клиентам в тот момент, когда он оформлял договор. Либо он может вносить изменения относительно выгодоприобретателя в любое время. У нас есть такая возможность на сайте, можно найти заявление, распечатать его, сфотографировать, отправить в центральный офис, и эти изменения в договор будут внесены. Это, кстати, один из наиболее часто задаваемых вопросов со стороны клиента. Каким образом можно внести выгодоприобретателя в договор? Многие клиенты заключают договора и не указывают выгодоприобретателей по разным соображениям. А в условиях войны и военного положения многие люди понимают всю важность данного нюанса. И вот этот вопрос очень часто задается нашими клиентами после 24 февраля. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что мы принимаем все абсолютно заявления по разным событиям, в том числе связанным с войной, вне зависимости от того, кого они касаются, военных либо гражданских. И мы будем осуществлять выплаты, которые не являются страховыми. Это будут выплаты специальные. О чем идет речь? Рассказываю на примере. Предположим, рассмотрим одну серьезную травму, страховое событие. Например, перелом шейки бедра. Предположим, произошло страховое событие в мирное время у нашего клиента. И точно такое же событие произошло в результате военных действий. Например, обстрел из каких-то орудий, ракетного удара. В мирное время человек получил такую травму, и ему Медлайф, например, начислил 100 тысяч гривен в выплату. Потому что у клиента там были программы перелома и телесные повреждения, например, хирургия. И вот Медлайф начислил 100 тысяч гривен данному клиенту на выплату. При такой же точно травме в военное время Медлайф заплатит не обязательно 100 тысяч гривен. 100% от той страховой суммы, которую бы он начислил в мирное время данному клиенту. Это может быть выплата 70%, 80% либо 90% от страховой суммы. Потому что это будет не страховая выплата. Это будет специальная выплата. Потому что данное событие, согласно правилам страхования, является исключением. Для того, чтобы вам было понятно, я сейчас вам расскажу такой исторически очень важный факт. Я думаю, что, возможно, многие слышали о нем. После трагических событий 11 сентября 2001 года Медлайф осуществил колоссальные выплаты страховые своим клиентам, которые пострадали во время террористического акта в Нью-Йорке. Когда два бизнес-центра, два здания-близнецы бизнес-центра в Нью-Йорке были разрушены самолетами террористов. И Медлайф осуществил выплаты нашим клиентам после этого события. Несмотря на то, что все, что связано с войной и террористическими актами, является исключением классическим по всем договорам во всех странах мира. И вот то же самое мы будем осуществлять и в Украине. То есть это будут не страховые выплаты, а специальные выплаты. Медлайф обладает финансовыми ресурсами, и мы можем себе это позволить. Делаю на этом еще раз акцент. Пожалуйста, обратите на это внимание. Еще один очень важный момент. В мирное время у наших клиентов есть возможность в течение 30 дней осуществить оплату своего полиса, если они вовремя не успели это сделать. Это называется льготный период для оплаты страховых премий. В условиях военного положения Медлайф принял решение увеличить этот льготный период с 30 дней до 90 дней. Хочу обратить ваше внимание на то, что это не отмененный платеж, а это отложенный платеж. Особенно это касается тех клиентов, у которых квартальные платежи. То есть если у клиента дата оплаты 1 марта, то до 1 июня ему нужно осуществить этот платеж. Нужно помнить о том, что 1 июня у этого клиента очередной квартальный платеж. И ему нужно будет заплатить тогда два сразу же квартальных платежа 1 июня. Поэтому нужно как-то скорректировать свои платежи для того, чтобы это не было сложно сделать. И очень важно все-таки иметь страховую защиту, оплачивать свои полисы, пусть с отсрочкой. Потому что в условиях военного положения мы находимся все в зоне риска. Все, кто сейчас находится на территории Украины, абсолютно во всех регионах Украины. Потому что ракеты прилетают и на Западную Украину, и в Альпофске однократно прилетали, и в Винницу. В общем, вся Украина находится в опасности. Еще один очень важный момент. На протяжении всех 90 дней, на протяжении всего льготного периода действует страховое покрытие по всем страховым рискам. То есть наши клиенты защищены на протяжении всего периода льготного для оплаты страховых премий. Это тоже очень важный момент. В связи с тем, что достаточно сложно предоставить оригинальные документы в центральный офис в условиях, в которых мы сейчас находимся. В марте это было практически невозможно. В начале марта, когда в Киеве было горячо, когда были обстрелы, транспорт не ходил, в центральный офис не работал. Было принято решение руководством компании упрощенной процедуре рассмотрения страховых событий. Для этого необходимо на адрес claims.sobaka.medlife.ua отправить фотографии заявления, которые есть на сайте компании. Его нужно распечатать, заполнить, расписаться, сфотографировать и сфотографировать медицинские документы, в которых написано, что произошло с нашим клиентом. Отправить все это на медицинскую почту. Еще один очень важный момент. На период военного положения и последующие три месяца Медлайф отменил все сроки для подачи документов о наступлении страхового события. Это тоже очень важно. Мы прекрасно понимаем, в каком состоянии и положении находятся многие наши клиенты. Кто-то находится в оккупации, кто-то выехал из своих населенных пунктов либо на западную Украину, либо в центральную Украину, либо за границу, спасая свои семьи, своих детей. Поэтому мы прекрасно понимаем, что людям нужно время для того, чтобы собрать документы и прийти в чувства и заявить о том, что с ними произошло в Медлайфе. Еще один очень важный момент. Очень часто меня спрашивают почему-то наши коллеги. Ну, понятно, почему они спрашивают. Работаем ли мы и оформляем ли мы договора о страховании? Да, мы оформляем договор о страховании. Мы страховали клиентов и в марте месяце, так как системы наши открыты, мы уже выпускаем в полицы. В любом случае, наши клиенты, которые в марте месяце оплачивали наши заявки в полицы, они выпускались, потому что технически мы это не могли сделать, потому что были закрыты наши системы. Но наши все клиенты, которые в марте и в апреле оплачивали заявление на страхование, они находились под покрытием с момента оплаты своих заявлений. И еще один вопрос, который часто задают мне коллеги и наши клиенты. Есть ли у нас ограничения по страховым суммам, по глобальным рискам, по риску смерти по любой причине и по риску смерти в результате несчастного случая? Нет, у нас ограничений никаких нет по этим рискам. Единственный нюанс, он и в мирное время, этот нюанс имел место быть. Если наши клиенты запрашивают приличные суммы страховые по риску смерти по любой причине, либо критические заболевания, например, миллион, полтора, два, пять, десять миллионов, есть у нас такие запросы, тогда мы направляем клиента на медосмотр в зависимости от его возраста и от суммы покрытия. Но ограничений никаких нет. На медосмотр мы направляем наших клиентов, наши андерайтеры работают, они обрабатывают наши заявки, оценивают риски и в рабочем процессе, в рабочем состоянии мы работаем. Это все, что я хотела коротко рассказать вам сегодня о выплатах, которые осуществляют в медлайных условиях военного положения. Я желаю нам скорейшей всем перемоги. Я надеюсь, верю в то, в светлое будущее и процветание Украины. Слава Украине, героям слава, смерть врагам, все будет Украина. Желаю вам здоровья, не болейте.